здравствуйте в эфире азов инфо спорт в студии александр истомин и у нас в гостях вновь наш эксперт роман романов наши встречи становятся уже традиционными и сегодня мы поговорим как обычно новостях спорта который выходит за рамки нашего города роман я думаю что есть что рассказать нашим телезрителям какие может быть самые яркие события спортивные были вот за прошедший период пока мы с вами не встречались здравствуйте вот но если говорить о ярких событиях то за тот месяц до практически прошел когда мы не встречались в мире спорта произошло ну достаточно много событий но вот допустим недавно прошел теннисный турнир женский итоговый и в первый раз в истории вообще украинка до свитолина выиграла этот турнир то есть для такой страны как не теннисная до украина это конечно же очень достаточно значимое событие вот для россии если говорить то впервые в двадцатку впервые с 2012 года наши два теннисиста медведев и хачанов поднялись в топ-20 что для россии это очень хорошо и в том в том плане что перспективы в будущем следующем году ребята обязательно прибавят ну и знаменитый теннисист роджер федерер выиграл свой 99 турнир и скорее всего в следующем году он все-таки доберется и выиграет сотый турнир чего я ему конечно и желаю вот а хоккей можно сказать до короткой строкой что интересное такое событие в кхл произошло автомобилиста автомобиль с наконец-то проиграл наконец-то проиграл на радость другим клубом кхл его серия составляла 19 беспроигрышных матчей 19 беспроигрышных матчей и и вот к сожалению бары сон и недели полторы назад проиграл и прервал свою серию но сейчас вновь опять уже четыре матча подряд он выиграл но вот что касаемо автомобилиста ведь свое время не был он таким топовым клубом и атакой серии в 19 можно было просто мечтать и сейчас просто это вот получается результат хорошего менеджмента до этого менеджмента конечно условия создали для игроков укрепили состав приехали несколько но не звезд таких но все равно добавился уровень игры в плане того что с нхл взяли ребят и поэтому ну наверное сплав вот этого опыта и молодежно состава автомобилиста автомобилиста они все таки вот как-то побежали что-то смотивировало тренер ну все может быть но хотя в прошлом году узко было 21 без проигрышная серия поэтому другой дивизион немножко там они да редко получается пересекается друг с другом и вот есть сейчас я насколько знаю вот ска тоже в принципе выглядит неплохо цска хороший клуб но тем не менее это немножко другая конференция эта конференция восток вернее запад автомобилиста конференция восток до екатеринбург конечно вот поэтому в принципе на уровне уровень и вообще кхл он растет он растет и вот он выходит за рамки за рамки россии да и ну для ближайших государств так как собирается провести несколько матчей уже за границей это ох если бы не ошибиться это будет словакия и словаки именно хотят выездные матчи сделать то есть ну уровень и хоккей растет в стране чему мы естественно и рады ну да тем более вот хоккей лично для меня допустим тема близкая и интересная вот можно было не как-нибудь делать такую отдельную передачу вот кстати сказать сейчас у нас в области стартовала ночная хоккейная лига и скоро будет старт южной хоккейной лиги это вот немножко две разные два два разных турнира один получает выход на сочи финальная часть состоится сочи куда съезжаются все все города даже точнее сказать все области то есть каждая команда в своей области их становится победителем и приезжает на финальные игры в сочи вот в нашей области два дивизиона то 40 плюс и 18 плюс вот они будут между собой решать кто же из них поедет вернее каждый в своем дивизионе будет решать какая команда поедет в сочи какие шансы у нашей команды я хочу у вас теперь спросить выиграть вообще вот турнир в сочи скажу честно шансов немного постольку поскольку у нас конечно последнее время мощная школа хоккейная но нам далеко еще до северных скажем так городов где хоккей собственно начинается с малолетства ну я думаю что в ближайшее будущем можно будет подумать и если что касаемо любительского уровня я думаю что можно в скором времени ну дотянуться до какого-то хотя бы в десяточку войти пока что конечно трудно нашим командам соперничать вот на уровне любителей вот в таких вот турнирах ну что касается южной хоккейной лиги то в принципе там но это наша местная скажем так мига и достаточно интересные игры проходят у нас есть уже и лидеры этих турниров пока сильмаш есть такое вот то есть у нас был пока футбольный клуб сильмаш сейчас вот хотим но это вот если коротко пробежаться что касаемо хоккея ростовского хоккея все-таки в азове у нас с этим делом хотя азовская команда бастион участвует в дивизионе 40 плюс ночной хоккейной лиги даже так да так что я думаю что может быть ближайшее время мы сделаем какую-нибудь серию репортажа об участии значит отлично может для зрителей такая вот может быть такая занавес приоткрыли ну если хоккей да в принципе хоккей да все потому что ну проходят чемпионаты и они идут как бы своей череду сейчас до регулярные все что еще может быть вы отметили такое отметить могу разве чтобы поговорить по баскетболу дома вот мы не затронули эту тему очень много интересных достаточно событий происходит в баскетболе да это и отборочные турниры к чемпионату мира где в принципе сборная россия держится на таком достойном уровне и имеют шансы выйти из своей группы у них не не особо сильные команды вот такие как бельгия и не не баскетбольный так бы скодержал поэтому вот они последние две игры как раз одержали победы вот нравится что растет уровень евролиге евролиге нашей баскетбольной но именно не российской европейской и если сравнивать его конечно с инба это очень далеко но в том что с каждым годом смотреть все интереснее естественно на наши клубы евролиге представляет цска и химки два наших московских клуба поэтому уровень растет что радует вот по баскетболу хорошую тему задали то есть не давай на ты перейдем конечно что то я не могу никак переключиться баскетбольная команда азов заявилась в ростовскую баскетбольную лигу там какие-то вот свои уже нюансы то есть это область и вот наши ребята после долгого такого относительно перерыва решили принять участие насколько близок вот азовский баскетбол что может быть может ты можешь сказать об этом поскольку ты все-таки в спортивной сфере работаешь может быть какие-то вот какую-то оценку свою ну я скажу больше я играю в баскетбол уже наверное лет шесть чтобы не соврать ну как я играю с периодичностью попадая в кольцо до те кто смотрят те кто видит меня знают сейчас много хорошего о себе я услышал да я не играю в баскетбол ну как как умеет этот с теми с кем я играю вот может среди них даже встречаются те ребята которые защищают до честь а скорее всего сто процентов среди них есть ребята которые защищают честь нашего города да и ближайших сел вот поэтому я естественно у этих ребят учусь и с ними приятно играть потому что они естественно гораздо выше уровнем чем мой баскетбол поэтому вот на ближайшие игры хотелось бы сходить посмотреть на то как проходит вообще наша наша до областные чемпионат ну да кстати оценить уровень было бы интересно тоже тема тоже тема которую можно вот разработать еще может быть какие-то вот события ну что все играют футбол всем это нравится национальный вид спорта рассказали вот ростов ростов наконец-то да после небольшой засухи одержал победу обыграла анжи сигурдарсон забил третий гол головой из четырех потом говорит что он да все-таки английской школы вот находится в лидирующей четверки уже приятно на это смотреть вот у нас хотят увезти карпина что-то слухи какие-то ходят что о том спартак через четыре месяца собирается переманить опять да у нас увели бердыева теперь уводят карты на кто следующих ну карпин же насколько помню уже тренировал спартак тренировала да и федун как раз и муж он ушел со скандалом сказал ему что он сбитый летчик и и не знаю конечно какие у карпина мысли по этому поводу есть забыл ли он не забыл и поэтому если он не забыл конечно и у него есть мужской стержень вряд ли он вернется к этому до руководству а так кто его знает ведь иногда солидная сумма в кармане и чемпионские до аргумент это все-таки не ростов со своим бюджетом ну если вы продолжать тему ростова то последняя встреча с анджи и предстоит еще кубковая встреча кубковый матч до первого числа с зенитом это достаточно сильный соперник зенитом без кокорина заметь да это уже послабее немножко будет курица снова в другую лигу его предлагают да да я смотрел он как раз там заявлен за но они фаворитами уже в фильм к столом вот есть на эту тему интересно да он там как раз будет ему как бы говорится ну он нашел найдет свое место в команде вот но с дзюбой дзюба по последним играм зенита это в лиге европы и в чемпионате наблюдая за этой командой я увидел что у них прямо вся игра складывается на вот этого центрального нападающего поэтому я думаю что главное обезвредить его а все остальные аргентинцы и другие теннисисты ой господи все вылетела из головы и другие теннисисты да кто-то там футболистов вообще извините ничего там говорить один сплошной теннис вот ну если так реально посреди тут туда-сюда туда-сюда этот мяч катает мужа да да нет и возгласов в марии шараповой к сожалению вот поэтому я считаю что обезвредив дзюбу у нас есть достаточно большие шансы на победу и букмекеры в нас верят букмекеры в нас верят не такой уж большой коэффициент примерно равные коэффициенты у нас зенитом и все возможно мы играем в ростове на ростов арене что говорите стена анжи когда такое было 32 тысячи на аутсайдере дать аутсайдер чемпионата собралось 32 тысячи на олимпе собиралась 5-6 тысяч а тут 32 тысячи значит людям понравилось ходить понравился комфорт стадиона и все остальное и вот сейчас смотря на билеты на матч зенита их уже просто нет практически связываешь это все-таки с комфортностью и доступностью посещение вот нового стадиона пока да пока да потому что ростов все равно как ни крути показывает невзрачную игру он выигрывается достаточно периодичности хотя и обыгрывал до топ клубы российские но на такую игру как было при берды и вида который собирал стадион олимп и ростов конечно не дотягивать но результат есть для меня результат это главное и то что он занимает лидирующие положение в турнирной таблице это очень приятно ну ты хорошую тему затронул касаемо прогнозов назовем это так прогнозов определенных заинтересованных лиц то есть ставки и прочее прочее вот твое мнение твое отношение к этому всему то есть вот насколько коэффициенты которые раздает букмекер они сопоставимы с реальностью с реальными возможностями команд или все-таки это какая-то вот коммерческая составляющая и вот как ты для себя в первую очередь определяешь кто в предстоящей встрече может выйти победить но букмекеры зачастую сравнивают состава естественно команду что на кубок могут привести зенита и дубль и как также как и ростов может выставить дубль вот естественно сравнивают хозяев поля и травмированных игроков то есть много факторов глубокая аналитика глубокая конечно анализ да вот предстоящей встречи естественно у нас есть даже такой знаменитый комментатор как георгий черданцев вот вообще очень веселый парень небольшую историю быстренько расскажу да да дядя дядя жора хочется сказать куда ты нас заведешь дядя жора вот 10 прогнозов из последних 10 даже прогнозов он угадал один то есть он даже ставя на фаворита говорят что реал обыграет оловес к сожалению не угадывает оловес обыграют говорит что спартак обыграет 20 арсенал к сожалению арсенал вообще обыграют то есть он не угадывает не угадывает но в принципе я далеко от него не ушел да по моему еще ни одного толкового прогноза от меня не было вот если говорить по конкретно по ростов зенит то я считаю что там будет все-таки забито больше трех мячей так как зенит атакующая команда ростов хоть и и дома и вряд ли он будет отсиживаться в обороне по матчу санжи мы видели что они попытались сразу быстрый гол забить поэтому я считаю что зенит на фоне усталости потому что провел прошлый матч вот до вчера буквально вот прилетев из самары наверняка не сразу ростов то есть команда все равно за неделю проводит третий матч так что ну где-то спад должен наступить у ростова была игра в субботу и естественно больше времени на подготовку поэтому поставлю на победу ростова со счетом ну господи ну наверное 221 стандартный счет не знаю почему вот мне тоже так кажется что 21 и за ростов забьет гулиев потому что мне он нравится больше всего вот его вот эта напористость может сделать свое дело ну вот я думаю что мы проверим насколько мы прозорливы в этой части и вот и ближайшее время узнаем результаты игры роман я благодарю что пришел к нам рассказал поделился зрителями своими впечатлениями своими эмоциями энергетикой себя так и прет я думаю что это не последняя встреча конечно обязательно приглашайте буду приходить с радостью рассказывать делиться впечатлениями роман благодарю спасибо это все о спорте на сегодня следите за пульсом спортивной жизни до свидания